Погнали! Разгадайте ребус! А пока думайте, что это было, ловите новую рубрику от Зелёного Шефа Рецепты блюд с микрозеленью Будем готовить, используя микрозелень в каждом блюде Сегодня у нас будет шикарный смузи с микрозеленью Поехали! Ловите крутую информацию Как делать смузи с микрозеленью и всё, что с этим связано Погнали! У нас будут классические смузи из апельсина, яблок и бананов Бананы можно старенькие использовать Я люблю, когда они такие спелые-спелые Меньше мёда надо будет и смузи будет более густой Вместо бананов можно использовать другой загуститель Авокадо, манго, хурма Они классно сгущают Но банан самый прикольный фрукт Он очень полезный Он гипоаллергенный То есть ни у кого из людей нет аллергии на него Хорошо усваивается Вообще крутая, священная В Индии фрукт, кстати Вот Ну и тут вы видите Много микрозелени я взял с фермы Вот Тут мятка Редиски пару видов Подсолнух Кресалати Кинза Горошек Капусточка Шиса Настурция уже дома 2 недели растёт Скоро цвести начнёт Так что погнали по смузи Смотрите, наш блендер Наши фрукты Смотрите, срезали кончики у апельсина Делаем такие надсечки 4 штуки Так удобно чистить апельсин Раз Снимаем кожуру И самое главное Хороший блендер Чтобы он нормально перебил Это обычно блендеры от 800 ватт То есть достаточно мощные Ножи такие идут В них 4-6 ножей Чтоб цеплять фрукты Апельсин Забрасываем Шкурки нам ещё пригодятся Яблочки чистим Я всё вымыл перед этим Смотрите, как я яблочки чищу Я просто срезаю с них Вот так вот В серединке убираю Вот Поняли, да? Раз Я люблю использовать Два вида яблок Там, допустим Чуть-чуть Хорошо, когда вы используете Это как в ухе, ребята Когда уху делаете Используете 2-3 вида рыбы Совсем другой вкус Так и тут Когда вы используете Два сорта яблок Тоже вкус будет другой Более яблочный Вот, почистили Смотрите Я серединки аккуратненько Повырезал так лихо На 4 части Потом ножом так Раз серединку Для чего я это сделал? Ну, чтоб семечки не хрустели Дети не любят Так-то я когда себе делаю Я бросаю яблоко Прям с семенами В них очень много йода Очень полезная штука Йод Это защита семечки От червяков И от гниения То есть яблоко упало Начинает гнить Там червяки Всякие Плесени Грибы Бактерии Начинают разъедать А семечка В этом всем гное И ее ничего не берет Потому что Она в ней много йода И никто не может К ней проникнуть Яблочки Закинули Бананчик Опять же говорю Выбирайте спелый банан Вот Банан закидываю Теперь мед Смотрите По меду лайфхак Я вот так вот Обвязываю банку С под медом Потому что Вот это кто С банками с медом Игрался уже Вот это цок Об землю Или где-то И трещина И все Пленка защищает Ее от этого тока Оно как бы Не сразу же стекло Если где-то Даже и лопнула банка То пленкой Ее сдерживают Можно растопить Аккуратно Слить мед Я просто уже Много банок Так цокнул И когда трещина По банке Она у тебя расходится Приходится Трухляк меда Выкидывать Зачем это Кому это надо Этот мед Ребята Настоящий Он засахарился Если вы Грубо говоря С декабря месяца С января К примеру По май У вас жидкий мед То это не мед Мед имеет свойство Засахариваться То есть Проходит 2-3 месяца Он засахаривает Это природный процесс Так Добавляем мед Примерно на один смузи 30 грамм меда Вот одна ложка У нас 30-40 грамм Я люблю сладенький Добавляю больше Еще добавим имбирь Я люблю имбирь Сейчас конечно Цена на него взлетела Нереально Ну вот один слайсик Имбиря то что надо Он вкус не повлияет на вкус Но Добавит пикантные нотки Такой прям И польза от него Вот от свежего Так ребята Теперь добавляем водички Я добавляю стакан воды Примерно расклад такой 750 грамм Смузи 250 грамм воды Третья часть Так теперь перебиваю смузи Понесли Тут будет Примерная пауза Так вот ребята Наш смузи перебился Пальцем пробовать нормальная тема Можете ложка Если там прям Брезгливая Попробовали Ага Сахар в норме Кислота в норме Фрукты чувствуются Теперь Какую Микрозелень добавлять Важно в здоровом питании Ребята Вот это тот Первый контакт Чтобы он был хорош Человек Который никогда Не занимался здоровым питанием Ему выпить Дать Витграс Допустим Ячменный И редиска Или горчица Заесть горько Он скажет Да ну ребята Это слишком жестко Надо плавненько Его вводить То есть Человека Знакомиться с здоровым питанием Нужно плавно Чтобы он понял Что ага Вкусно Прикольно Интересно Так поехали Микрозелень Наш смузи Как выбрать Правильную Микрозелень Я вам советую Как повар Выбирать Полагаясь На свои рецепторы То есть Вы берете Подсолнушек Отрываете Подсолнушек Макаете его В смузи И пробуете Сочетание Интересно Подсолнух Кстати с яблоком Очень пикантно Играет Подсолнух Понятно Редисочка Вот у нас Зеленая Французский Завтрак Сорт Редиска С апельсином Заиграла Прям Проиграла С апельсинчиком Вообще Классно Так блин Да все сорта Класс Это я уже Просто знаю Что вкусно Давайте Что-то неожиданное К примеру Ну горох Понятно Будет нейтральный К примеру Вот давайте Кресталат Тут мне было интересно Тут он у меня уже Перерастает Но свойств Своих не теряет Вот он кресталат Макаем Кресталат конечно Ядреный Когда вы так пробуете Вы уже сразу Понимаете Какое количество Можно добавить Креста надо поменьше То есть если Очень яркий вкус Его надо поменьше И хорошо смешивать Два-три сорта Не один Один Такое Неинтересно Два-три Уже они друг друга Поднимают По вкусам И получается круто Вообще Вот смузи Нельзя больше Пяти ингредиентов Не считая мед То есть тут у меня Яблоко Банан Апельсин Имбирь И сейчас будет Пятая микрозелень Такая вот классика Можно мятку добавить Мятка везде класс Она везде улучшает Ну давайте еще и мятку Сравним Как она Это кстати Мелисса Вообще огонь Значит Вывод такой Все круто Мне понравился Подсолнух Вот Отрезали подсолнух Что по микрозелени Как ее мыть Берете мисочку Ложим туда вот Подсолнушек Вот мне редиска понравилась Ну остренькая Чуть-чуть Поменьше ее отрежу Редисочка Кресолат Было прикольно Чуть-чуть еще Его поменьше Кресолат Мята Мне понравилась Было круто Мята И куда же Ребята Без него Без царя Горошка Но горошка Чуть-чуть У горошка Вкус резкий Поэтому его Надо чуть-чуть Вот он Красавчик Сейчас мы Его резанем Ну как резкий У горошка Мягкий вкус Но резкий Гороховый вкус Не каждый его Вот С фруктами Ну такой Специфически Вкусный Но в то же время Затеняют Все остальные Вкусы Поэтому его Не надо много Кидать То есть его Должно быть В итоге Меньше Чем все остальное Зелени Я даже Вот столько Ну ладно Весь уже Добавлю Так Грошек Добавили Все Здесь у нас 3-4 вида Микрозелени Вот еще Добавлю Редиски Фиолетовые Что-то Надо так Прямо Добавить И подсолнух Еще добавлю Ладно То есть Если уже Разгоняетесь То больше Больше То добавляйте Ту которая Нейтральная Вот подсолнух Он нейтральный Редиска Достаточно Тоже нейтральная Добавили Всю микрозелень В воду Вот так Вот замачиваем Это поварской Прием Ребята Чисто замачивать Зелень всю Можно перевернуть Прикол этого приема В том Что Она так реально Моется Это лучше Чем вот просто Под набором Воды помыть Тут везде Затекает вода Если есть Какие-то червячки Не дай бог Они посплывают Если есть Какой-то песок Он утонет Если есть Какие-то На листьях На лед Там я не знаю Чего-либо Он растворится В воде И в воде Останется Ну поняли То есть замачивание Это круто Когда просто моешь Ничего не успевает Размочиться На лед какой-то есть Он размок И ты уже Под кран убрал Он так размокший И остался А тут он раз Растворился Потому что вода Лучше растворить Так Теперь Вот так вот Просто сливаем воду Вот водичка Видите Даже какая-то Мухноватенькая Что-то в ней Какие-то кусочки Чего-то повылетали Все Добавили микруху Добавили микруху И перебиваем еще раз Микруху выбрали мы По вкусу Хорошо С микрозеленью Играют вкусы Кисленькие Вот киви Я думал Добавить можно Грейпфрутик Осторожненько Ну банан Яблоко И апельсин Это классика Жанна Так Перебиваю Смузанского Так Смузи с микрозеленью Перебили Берем его Вот он Наш смузан Ребята Еще важно В смузи Чтобы он был Прохладненький Это очень важно И чтоб Хорошо перебивался И вот когда вы Используете зелень Лучше не использовать Ягоды Есть такая хитрость Не из-за того Что будет невкусно Там или не сочетается А из-за того Что цвет получается Ну некрасивый У людей начинает Ассоциироваться Это цвет Со всякими делами Ну говорят Цвет поноса Грубо говоря Если вот зелень А если бы у меня Тут была еще какая-то ягода Черника Там клубника Ежевика Ну любая ягода Яркая Цвет был бы поносный Вот Поэтому не советуют Ягоды с зеленью Миксовать Если вам на цвет пофиг То можно Я делаю У меня всегда В заморозке лежит Голубика Я иногда добавляю Смузик Чтобы немножко Разогнаться По ветмина Еще больше Поняли Так смотрите Вот они наши смузи Вот они наши стаканы Вот Что я предлагаю Сделать По вот этим вот Остаткам Я предлагаю Вот так вот Что я не выкидываю Подрезать Везде Должна быть Какая-то красота Ребята То есть То есть допустим Раз Сюда вот мы Приклеили Такой апельсинчик Тут у меня Вот шкурка есть Тоже так Надрезать Раз И Плюс этого всего Что вот ты пьешь Ее Ты пьешь Еще и запах Идет от шкурки Ну поняли Пьешь и как В тропики попал Как джунгли Какие-то у тебя На Кружке Грубо говоря Еще сейчас Настурция украсим Так Разливаем Важно Если вот у вас Он постоял Пока вы там Украшали Елозили что-то Можно еще раз Его взбить То есть Смузи Они быстро Расслаиваются Учитывайте Взбодрили Чуть Скрополя Все Опять густенько И наливаем Ух Какой красивый Ну видите Папа уже точно Рассчитывает Количество Вот он Наш смузи Нашим девочкам Утром Каждое утро Ребят Я начинаю Со смузанского Сейчас мы еще Украсим его Чтоб все Закачались Девочкам Украсим Мятой Папе Украсим Настурцией Опа Да ты что Такой вот Божественный смузи Просто шикардос И вот они Наши смузи Шикарные Получились Напомню вам Состав Яблоко Банан Апельсин Это классика Самый первый смузи Яблоко Банан Апельсин Мы это все Перебили С медом Добавили Немножко Имбиря Кусочек Чтоб была Пикантная Нотка Потом Выбрали Какая Микрозелень Макая В смузи Лучше Подходит Еще раз Перебили Украсили Остатками Обрезками Апельсина Мяткой Настурцией Пробуем Вам этот вкус Не передать Ребята Вся микрозелень Смешалась И ты когда Делаешь глоток Сначала Такая Кислинка От апельсина Потом Ее накрывает Маслянистость Сразу же Подсолнуха Потом Эта маслянистость Подсолнуха Переходит В остроту Легкую Вдалеке Редисочки И вкус Редисочки Он быстро Исчезает Ненавязчивый И плавно Переходит Во вкус Яблока В перемешку С кресалатом Ну так уж Вот это все Вот так вот Вкусы протекают У нас Очень круто Когда несколько видов Они меняются Комбинируются Так что ребята Подписывайтесь На мой канал В плейлисте Рецепты Из микрозелени Скоро появится Много новых Рецептов Мы самоизолируемся Дома Будем готовить Много И снимать Вы лучшие ребята Микрозелень Вперед Зеленый шеф Погнали